Помните, я как-то уже рассказывал про сервер от Valhalla Age и E-Global, там где смесь Интерлюда и Грация Финал. Так вот, администрация доработала свой проект и они готовы открыть его вновь. Это по-прежнему многими любимый Интерлюд, но с доработкой баланса и некоторыми фишками серверов ГФ. Назвали они свои хроники Интерлюд Финал. Открытие состоится 3 августа с рейтами X25, все подробности по ссылке в описании. Привет, меня зовут Максим и сегодня я хотел бы поговорить о том, почему L2 стала так популярна в свое время. Кроме России и страны СНГ, в L2 играли миллионы игроков по всему миру. Преимущественно они находились в Азии, но также свои фанаты у игры были и в Америке, и в Европе. Начнем, конечно, мы с России и страны СНГ. Итак, 2004 год, лично я тогда играл в первый андеграунд и в iCity, потому что у меня был ПК, хоть и без подключения к интернету вообще. Но в большинстве случаев люди ходили в игровые клубы. Конечно, основная масса играла в КС, и это их устраивало в полной мере, но существовали и другие игроки, которые хотели от игр чего-то большего, в частности RPG геймплея. Для таких искушенных товарищей были варианты типа второй Готики, Моровинда или одной из частей Властелина Колец. Однако L2 была на голову выше любого из этих вариантов. Во-первых, несравненная графика, во-вторых, наличие живых игроков, а в-третьих, нереальная хардкорность, потому как без помощи других людей некоторые квесты были просто невыполнимы. Вы ведь наверняка помните, что выполняя квест на вторую профессию, иной раз просто непонятно куда идти. Во вкладке квестов информации нет, а маркера на карте и подавно. И я уже молчу о таких вещах, насколько сложно было сделать такую вещь, как убить Нубл РБ. Все это раззадоривало игроков. Не забывайте, что наш менталитет в какой-то мере очень специфичен в оценке уровня удовлетворенности своим положением. Мы видим этот показатель не в абсолютных числах, а вот носительных. Нам не важно, наше положение само по себе для нас определяющим будет считаться то, чтобы мы были лучше других. Ну а соревновательность игроков в L2 играет огромную роль. Сильные игроки получают не только игровые преимущества, но также и почет и уважение других. Кроме того, если однопользовательские игры можно было поставить на паузу, то L2 жила всегда, и твои конкуренты постоянно качались. Отсюда и поговорка о том, что пока ты спишь, враги качаются. В связи с этим, очень многие игроки впадали практически в наркотическую зависимость от игры. И кстати, для очень многих игра была альтернативой реальности, и жизнь в игре их устраивала куда как больше. Идем дальше. Графика. L2 в свое время была игрой с топовой графикой, а сеты брони даже в 2018 году выглядят все еще очень достойно. Но красота линейки не в конкретных текстурах или полигонах, она в стиле. Если вы видели другие азиатские игры, вышедшие позже, типа ПВ или Айона, то наверняка замечали, что сама стилистика внешнего вида является чисто азиатской. Это сложно объяснить, и поймут этот момент не все зрители, но европейское воплощение корейской концепции в стилистике мрачного средневековья, которое мы видим в L2, это очень редкое явление и практически уникальное событие. Ну и последний из тех факторов, которые я хотел бы сегодня назвать, это, конечно же, бесплатность игры. WoW, появившийся примерно в то же время, был платным, а его фришки, которые начали существовать и того позже, были от нас слишком далеко. Да и не объяснить было нашим людям, что они для доступа к играм должны были оплачивать что-то кроме интернета. А вот фришки L2, сборка которых была очень удачно позаимствована у официальных издателей, были доступны бесплатно, и в том числе по локальной сети. И даже иногда переводились на русский язык. И в связи с популярностью L2 на европейских серверах создавались русскоязычные комьюнити, где общение транслитом считалось нормой. В то время как в WoW нашему человеку мало что было понятно без знания английского. Именно по этим причинам L2 получила такое распространение, и даже сегодня у нас является топовый MMORPG. Конечно, времена ММО в принципе давно прошли, но все же. Далее я хотел бы поговорить о других частях мира, где играют в L2. Начнем с Америки и Европы. Игроки этих регионов немного иначе относятся к играм в целом, и MMORPG в их понимании должна быть проходимой. То есть если сравнивать с нашими представлениями об играх, то L2 для них должна быть с полностью квестовой системой прокачки и безопасными зонами везде, кроме Колизея, Осад и Олимпиады. Ну а для азиатов, и в частности для корейцев, популярность L2 обусловлена в первую очередь успехом первой линейки, которая до сих пор приносит денег больше, чем некоторые современные проекты, и L2 для них это в первую очередь продолжение другой культовой игры. Всем спасибо за внимание, не забывайте подписываться и ставить лайки, ссылка на меня есть в описании. Увидимся в следующих роликах.